Хей! Всем привет! Меня зовут Лена Крупина. У меня уже накопилось достаточно вопросов от вас, и поэтому я решила на них ответить. Можем придумать какое-нибудь прикольное название для этой рубрики. Можете писать ваши пожелания вниз, предложения, и если мне что-то понравится, то эта рубрика будет называться так. Но я подумаю. Сама еще. Может быть. Не знаю. Ну а вы не забывайте подписываться на мой канал, ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, ставьте пальчики вверх, и... Подписывайтесь на мой инстаграм. Самая реклама, самая лучшая реклама. Только так, больше никак. Кто меня еще прорекламирует, если не я? Сколько времени уходит на создание видео? Ну, обычно это по-разному. Бывает, что я могу за час монтировать, а бывает, что дня три могу сидеть монтировать. Очень много времени при создании видео тратится на поиск информации. Любимая гимнастка? Мне, скорее всего, нравится не какая-то конкретная гимнастка, а что-то в каждой гимнастке. Мне кажется, если я буду делать топ моих любимых гимнасток, то это будет 100 гимнасток просто. В общем, у меня нет любимой гимнастки. Вот так вот заключил. Сколько времени проводишь в интернете? Наверное, в самом интернете я провожу времени не так много. Больше времени я провожу за компьютером, за монтажом. Любимый видеоблогер? Я очень много кого смотрю, мне очень много кто нравится, поэтому тоже так не скажу. Перечислять их всех, это тоже нужно снимать отдельное видео. Когда выпускаешь видео, есть ли расписание по съемке видео? Нет, расписание по съемке видео нет. Оно есть, скорее всего, какое-то вот у меня внутреннее в голове. Точно могу сказать, что раз в неделю видео выходит 100%. А когда появляется больше времени, как вы, наверное, заметили, то видео становится чаще. Я обычно пишу в своей группе ВКонтакте, что готовлю новое видео. Любимый фильм-сериал? «Сплетница» — мой самый любимый сериал. Вообще, я очень люблю смотреть сериалы. У меня есть видео на канале о лучших фильмах или что-то типа того. Очень давно снимала, но можете посмотреть. Я активный пользователь кинопоиска, и поэтому все оценки, которые я выставляю, они постятся у меня в Твиттер. Поэтому, если вы хотите посмотреть фильмы, которые я смотрю и которые мне понравились, то можете зайти в Твиттер и полистать там ленту. Там очень много фильмов. Любимый актер? Ну, это туда же, тоже не знаю. Мне нравятся работы актеров. Мне нравится, допустим, Джонни Деппо в роли Шляпника, Капитана Джека Воробья. Не знаю, кто еще. Это надо просто сесть, подумать об этом. Кто мне нравится? После этого видео мне нужно снимать кучу топов. Типа не про гимнастику, а топ моих любимых актеров, топ моих любимых сериалов, топ моих любимых фильмов, топ... Чё там я ещё говорила? Моих любимых видеоблогеров. Любимый предмет? Я все предметы люблю. Вот, красивые. Да. Это единственный критерий, чтобы мне нравился предмет. Он должен быть красивый. Какие самые запоминающиеся соревнования для тебя? Наверное, у меня есть двое соревнований, которые я запомнила. Позитивное – это когда мы выиграли чемпионат Приволжского федерального округа. И негативное – это там очень-очень длинная история. Мне тренеры не верили, что у меня, короче, нога болит. Через пару тренировок я прыгала прыжок какой-то, на больную ногу приземлялась, и она у меня не выдержала от боли. Мне было не страшно, что я сломала ногу там или ещё что-то с ногой у меня. Я боялась, что меня не возьмут на соревнования. А мне, короче, в больнице сказали, что, типа, блин, тебе месяц вообще физкультурой заниматься нельзя. Я тут на универсиаду поехала. Мне тренер сказал, чтобы я обязательно заморозила ногу и за заморозкой подошла к ней. Но почему-то я решила, что я не пойду к ней и пошла к врачу, который там прям сидит. Я выступала, по сути, без заморозки. Вечером меня тренер наругал, конечно же, за то, что я коза такая, не подошла к ней за заморозкой нормальной. Проблемы спортсменов, короче, ну, всё нормально. Я уверена, у каждого спортсмена есть такая история, когда он где-нибудь что-нибудь выступал с чем-нибудь больным, замороженным или ещё чем-нибудь. Любимая книга. О книгах у меня также есть видео на канале какое-то, но я не помню. А, там не любимые книги, нет, не смотрите. Я очень люблю зарубежную классику. Я вообще стараюсь очень много читать, поэтому я верю, что моя единственная любимая книга где-то ждёт меня ещё впереди. Если вам интересно, я могу снять видео топ моих любимых книг. Я могу рассказать и о книгах, если вам интересно. Ты такой человек разносторонний. Какое из всех твоих видео тебе больше всего нравится? Видео, которое мне будет очень нравиться, где-то ждёт меня ещё впереди. Осознавать, сколько трудов и времени вложено в этот канал, это просто жесть. Самый, самый часто задаваемый вопрос на моём канале. Я не знаю, сколько миллион тысяч человек задали мне этот вопрос. Лена! Как бы, ну, камон, ребят. Почему же я не отвечаю на эти вопросы? Блин, я, чтобы найти эту музыку, потратила херово тучу часов. Нет, мне, конечно, для вас не жалко, но я ценю своё время. Вот, поэтому если вы хотите себе такую же клёвую музыку, то... Поищите. Я знаю, что есть некоторые... Как их? Некоторые аккаунты, которые просто заходят, короче говоря, всем под видео и спрашивают, что за музыка, чтобы использовать потом у себя в видосах. Надеюсь, я всем объяснила. Так что вы не считайте меня какой-нибудь козлицей. Словарь Лены Крупиной. Козлица. У-у-у. Почему в топе нет той гимнастки или другой? Скорее всего, это не вопрос, а упрёк, на который я хотела ответить. У меня защитник, кстати, есть. Спасибо тебе. Это канал Лена Крупина. И здесь, понятно, что большая часть моё мнение, но чаще всего... Вот на самом деле, топа я составляю не просто так. Я опираюсь на какие-то официальные источники, кто выигрывает последние чемпионаты. И, конечно, я чаще использую гимнасток России, потому что про них я больше знаю, потому что я сама из России. Мне легче найти про них информацию, про них намного больше видео на Ютубе хорошего качества. Это к вопросу о том, почему я не делаю топы про гимнасток постарше. Типа Алины Кабаевой, Ли Санутяшевой. Блин, на Ютубе нет ни одного видео хорошего качества с выступлением Ли Санутяшевой. Ни одного. Камон, я смотрю эти видосы, и это просто капец. Они такие стрёмные. Это просто у меня нет слов. Я не хочу, чтобы мои видосы были стрёмные, поэтому я стараюсь брать тёрну, ну, чтобы картинка была красивой, насыщенной. В качестве 720, а не 140 или сколько там есть. Всё хорошо. Меня чуть бомбит по этому поводу. Да, если у вас ещё остались вопросы, то пишите мне их в группе ВКонтакте. Как только их там наберётся достаточно, я отвечу на них и сниму следующий выпуск. А на этом у меня всё. А вы подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки этому видео. Подписывайтесь на мой инстаграм, который вот тут вот вылез. Или вот тут. Я не шарю. Вообще, ссылки на все соцсети у меня есть внизу в видео под описанием. Короче, подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Давай вот прямо сейчас. Я всё вижу. Всё. Всем спасибо. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok